Виктор Петрович, у нас сегодня насыщенная передача, много вопросов, постараюсь быстро задавать вопросы и надеюсь от вас на лаконичные четкие ответы. Начну с чего? События в Тирасполе на прошлой неделе, я знаю, что там было мероприятие по случаю 20-летия ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье, состоялась международная научно-практическая конференция по поводу, по этому вопросу знаю, что были вы, знаю, что были высокие гости с России, знаю, что было все руководство Приднестровья, вы выступали там с речью, много говорят о этой встрече. Я прошу вас, как участника, как очевидца, раскрыть подробности, скобки и рассказать, что там было на самом деле. 21 июля 1992 года, это я больше говорю молодым людям, президент Молдовы Мирчеснегур и президент России Борис Ельцин подписали соглашение о прекращении огня во время вооруженного конфликта в Бендерах и вообще между Приднестровьем и Молдовой и установление миротворческих сил. Днестровский является заблуждением или специально не договаривается, что миротворческие силы у нас состоят из трех частей. Российские миротворческие силы, Приднестровские и Молдавские. То есть это совместные миротворческие силы. Сегодня все чаще говорят о необходимости прекращения военных миротворческих операций на Днестре. Однако конференция показывает, что нету никаких подвижек или подвижек в вопросе урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. Даже более факты, ежедневная риторика правящего альянса говорит о руманизации молдавского государства. У нас заменен язык молдавский на румынский язык. У нас закрываются русские школы, русские группы в вузах. У нас дети изучают историю румын, а не историю родного государства. У нас судом выносится решение и разрешается политическим партиям открыто призывать к объединению Молдовы с Румынией. И поэтому с каждым днем все более ухудшается ситуация в зоне безопасности. Поэтому сегодня говорить о предпосылках прекращения миротворческой миссии нет. На форуме, связанном с 20-летней успешной миротворческой акцией на Днестре, присутствовали высокие представители Российской Федерации, Украины, Молдовы. Так был вице-министр иностранных дел господин Карасин, были представители администрации президента России, были представители правительства России, был депутатский корпус Государственной Думы России. И на этой научной и практической конференции обсуждался вопрос, что нужно делать мировому сообществу, что нужно делать Молдове и Приднестровье для того, чтобы быстрее был решен Приднестровский конфликт. Стороны практически единогласно пришли к заключению о том, что молдавская сторона не способствует не то что Приднестровскому урегулированию, а процессам объединения Приднестровья и Молдовы. Почему? Потому что с того момента, когда Приднестровье объединится с Молдовой и граждане Приднестровья начнут полноценно участвовать в политических процессах Молдовы, то есть избирать и быть избранными в парламент Республики Молдовы, соотношение сил прогосударственников резко увеличится. Соответственно, соотношение унионистов резко уменьшится и не будет возможным вступление Молдовы или присоединение Молдовы к Румынии. Именно радикальные силы нашего государства, именно Альянс за европейскую интеграцию является той политической силой, которая не хочет объединения Приднестровья и Молдовы для того, чтобы приднестровцы не принимали участие в органах власти Республики Молдовы. Что гарантирует всему нашему молдовскому народу и всей нашей стране, что мы будем суверенной и независимой страной. Виктор Петрович, я знаю, что ваше выступление вызвало определенный фурор на этой встрече. Можно, пожалуйста, что было сказано? Я подтверждаю, что практически все политические силы, органы власти Приднестровья находятся в ситуации, когда они не понимают, какие практические шаги нужно реализовывать для того, чтобы объединить как можно быстрее Молдову и Приднестровье. Я выступил на конференции с радикальным и конструктивным предложением, каким образом очень быстро в течение полугода можно объединить Молдову и Приднестровье. А именно, вы знаете, что 18 ноября 2012 года молдавский народ выйдет на референдум и будет принимать участие в решении о присоединении Молдовы к Еврозес и Таможенному союзу. Суть моего предложения заключалась в следующем, чтобы и на территории Приднестровья в этот же день прошел референдум, чтобы единый молдавский народ, разделенный сегодня Днестром, одновременно высказал свою позицию за вступление в Еврозес или против вступления в Еврозес. Если будет принято решение, я в этом уверен, о том, что молдавский народ за вступление в Еврозес, тогда все аргументы правящих элит в Молдове, Альянс за европейскую интеграцию, о том, что мы должны продолжать стучаться в двери Европы, где нас никто не ждет, они потерпят фиаско. Тогда изменится внешнеполитический курс. Молдова и Приднестровье самостоятельно не может вступить в Еврозес. Почему? Потому что президент Путин, Лукашенко, Назарбаев никогда не подпишут с президентом Шевчуком, лидером непризнанной республики, соглашение о вступлении в Еврозес или Таможенный союз. Вступление Приднестровья возможно только одновременно и через юрисдикцию, и через закон, который примет народ Республики Молдовы на референдум. Приднестровцы это понимают, и уже в рамках конференции руководитель комиссии по законодательству Верховного Совета взяла на себя обязательство, что она разработает эту инициативу и представит в Верховный Совет Приднестровья о том, что в Приднестровье прошел референдум, где люди выскажутся также по позиции вступления Приднестровья в Еврозес и Таможенный союз. Я думаю, что это будет историческое событие, когда молдавский народ, разделенный Днестром, одновременно примет решение в своем векторе внешней политики. А уже в рамках Еврозес мы намного проще, так как будут снизены риски интеграции Молдовы с Румынией, мы намного быстрее сумеем объединиться. — Как отреагировала российская сторона на ваше предложение? Потому что, в принципе, оно является тем ключом для разрешения... — Российская сторона не имеет права вмешаться в внутренние дела Республики Молдова. Российская сторона является только гарантом безопасности и посредником в проведении переговоров. Сейчас мы, не парламентская, оппозиционная, к правящему режиму в Молдове партия, высказали инициативу. Если власти Молдовы, утвержденные инициативной группой закон, откажутся в парламенте принять, то он будет вынесен на референдум, народ проголосует. Если народ проголосует, значит непременно мы вступим в Еврозес и непременно произойдет быстрое объединение Молдовы и Приднестровья. Самое главное, чтобы народ и Приднестровье, и Молдовы хотел этого. Если народ Приднестровья, и Молдовы проголосует этот закон, то независимо, кто будет в власти, в Приднестровье и Молдове они обязаны будут выполнить этот закон. — Я, как понимаю, у вас после этой встречи продолжился диалог с приднестровской стороной, чтобы откорректировать шаги, которые должны сделать на двух сторонах? — С момента моей встречи с президентом Приднестровья Евгением Шевчук в начале этого года у нас контакты не прекращаются. Я не считаю нужным, чтобы они были публичные, так как мы не представляем органы власти Республики Молдова. — Понятно, спасибо. Следующий вопрос и следующая целая большая тема. Социальные сети, можно сказать, гудят теми событиями, которые произошли в тот же день, когда вы были в Тирасполе. Это Сороки на туристической базе, вблизи города Сорок, на Дубраве, называется Дубрава, унионистские группы тренируются для проведения провокаций, для проведения маршей. Их учат специалисты из Румынии, как видимо, для таких желтых революций в стране. Вы стали свидетелем всего этого. И опять же, как очевидцы, можно подробности того, что было в Сороках? — Накануне моей поездки в Сороки на эту турбазу, мне довели к сведению о том, что в Сороках на территории одного из санаториев турбазы большая группа граждан Республики Молдовы и Румынии проводят тренинги, тренировки для организаций в различных городах Республики Молдовы, акций, унионизма, призывов к объединению Молдовы с Румынией. И мы не преследовали цель устроить из этого шоу. Мы приехали на эту турбазу, сделали вид, что мы отдыхающие, для того, чтобы в течение нескольких часов увидеть реально, что там происходит. Я убедился о том, что начиная с 6 вечера до 12 часов ночи там проходили как бы инструктаж. Молодые люди в возрасте 16-20 лет из Молдовы и из Румынии. Мы установили прямой диалог и с гражданами Румынии, молодыми людьми, так как они не понимали, кто мы есть, и с молодыми людьми из Молдовы, а также с инструкторами из Румынии, для того, чтобы понять, какие они преследуют цели и что практически они собираются делать. Было установлено, что всю организацию этого лагеря, всю организацию этой подготовки взяли на себя лидеры Альянса за европейскую интеграцию с города Сорок. Они нашли базу, они разместили на этой базе этих людей. Они им подвозят еду, венца, прохладительных напитков. И люди в истерике орут Бессарабия, Паменту, Румыниск. И заучивают речевки, изучают тактику создания конфликтов в группах, которые выступают против них, для того, чтобы провоцировать определенные столкновения между унионистами и антиунионистами. Я так понимаю, что цель всех этих акций в конечном итоге добиться некой провокации, добиться пролития крови. И похоже, что уже республиканские власти должны будут с этой кровью молодых людей из Молдовы или из Румынии носиться по всей стране и преследовать тех, кто против них выступил. И продолжать гонение против всех сил патриотически настроенных, кто выступает против этих маршалов. Прикрываясь лозунгами «демократия», «правособрание» и прочее. Я как понимаю, это та же самая группа, которая готовится провести 5 августа. Это та же самая группа, которая была в Кагуле, это та же самая группа, которая будет 5 августа в Бельцах. Но не это страшно. Страшно то, что мы не знаем, что эта группа практически регулярно работает в других районах. То есть цель этой группы следующая. Демонстрировать жителям сел, демонстрировать жителям малых городов о том, что маршалов унионистов – это уже практически легальное действие. И что никто не может даже думать о надеждах Молдовы на суверенитет и независимость. То есть все должны привыкать к тому, что единственным будущим Молдовы является интеграция Молдовы в Румынию. И все эти группы охраняют полицейские. Вот в Сороках четверо молодых людей, полицейских из Сорок, переодетые в гражданское, в шортах, находились там на базе. И по социальным сетям примар-коммунист города Сороки подтвердила, что это она уведомила полицейских, что нужно обеспечить охрану общественного порядка. Мне очень странно, откуда в этой истории коммунисты, которые примар города Сороки, который не препятствует, не запрещает организации таких лагерей. А даже обеспечивает охрану, то есть она понимает, что люди из Сорок могут возмуститься и могут предпринять какие-то действия. Вот она обеспечила охрану. Казалось бы, это все хорошо, но плохо то, что даже после 23 часов, когда должен быть обеспечен покой отдыхающим на ближайших базах, никто никаких мер не предпринимал, чтобы крики Бессараби-Румын-Румынецк были прекращены. То есть они ведут себя там достаточно развязанно, хозяевами жизни, хозяевами нашей земли. И, к сожалению, реакция примара-коммуниста из города Сорок абсолютно неадекватна полномочиям, которые она имеет. Во-первых, она имела право установить факт призыва к свержению конституционного строя. Она имела право написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, о том, что на территории ее премарии орудует группа фашистов-унионистов, которые призывают к ликвидации государственного строя. Она же приняла меры к обеспечению их безопасности. И вот способствование таким школам приводит к тому, что потом организовываются провокационные действия в наших городах, вызывается недовольство населения патриотически настроенного, и, возможно, будут и стычки. Я полагаю, что властям это на руку. Я процитирую, что госпожа примара ответила на ваш вопрос. Чего ждал от коммуниста господин Шерин, председатель СДП, что коммунисты окружат зону отдыха плотным кольцом, по первому крику пойдут в атаку, поднимут руку на несовершеннолетних граждан другого государства, спровоцируют скандал, и тут главная причина, почему ничего не происходит. Которым будет способствовать запрету ПКРМ. Госпожа примар призналась в своем паническом страхе, что они ничего не будут делать, потому что боятся, что после запрета символики властям нужен просто повод, наверное, чтобы запретить и саму партию. Может быть, в этом и есть ответ? Если партия коммунистов не собирается ни с кем бороться только по причине того, что могут закрыть партию коммунистов, значит она готова уже функционировать в рамках Молдовы, которая будет в составе румынского государства. То есть для них главное сохранить партию коммунистов, а будет она функционировать в независимой Молдове или в Молдове, В Бессарабии, который будет входить в состав румынского государства, похоже, им уже без разницы. Этим можно и объяснить те плаксивые митинги протеста, которые коммунисты организовывали на площади Великого Национального Собрания. Каждую субботу людей привозили, увозили, но не доводили начатое дело до конца, то есть не остранили Альянс от власти и не запретили Альянсу выбрать незаконно, уже узурпировав власть в стране президента Тимофтия. И судя по тому, как активно из партии коммунистов выходят депутаты Дадон и Мишин и переходят в стан Альянса, можно говорить о том, что коммунисты, видные коммунисты, руководители коммунистической партии просто являются приспособленцами. То есть поменялась власть, кто-то Кузькину мать показал, вот они уже перебегают в стан Альянса за европейскую интеграцию. Менять незаконные методы мы не будем выбирать формы метода, потому что за нами страна, за нами наши дети, наши дома, и мы не хотим, чтобы сюда пришли румыны и начали командовать нами. И вообще не хотим ликвидации нашей государственности и нашей идентичности молдавской, как молдавская нация. Виктор Петрович, спасибо. Следующий вопрос. На прошлой неделе у нас в городе было очень жарко, и, видать, температурный баланс под действием нашего господина мэра. В СМИ есть информация, что на одном из выступлений ему от жары стало плохо, но после этого он пошел, искупался в озере Валя Морилор, и когда вышел на берег, он сказал такую фразу. Шеллен нафиг с пляжа. Предполагалось, что это относится к тому, к вашему парку, который находится рядом с озером. Это парк, Вентура парк. Какие комментарии? Дарину Киртаки не нравится, что есть зона отдыха в городе, где дети могут спокойненько прийти, отдохнуть, поиграться. Потому что я вижу у господина мэра уже такая плановая борьба именно с зонами отдыха для детей. Он борется с детской площадкой на Чеканах, там, где есть детский парк, где люди могут отдохнуть. Теперь у него костью в горле стал Вентура парк. Как вы прокомментируете? Ну, общественность неоднократно господина Киртака обвиняла в том, что он занимается не управлением хозяйственной части города, а больше занимается политическим пиаром как заместитель председателя либеральной партии. Я думаю, что господин Киртака очень возмутился фактом того, что я обнародовал, что в Сороках вот этим лагерем фашистов-унионистов руководил заместитель примара города Сороки, либерал, член его партии. Что касается Авентуры парк. Авентуру парк мы никому не отдадим. Снос Авентуры парка мы не позволим, если эти мысли есть. Второе. Господин Киртака, видимо, не знает о том, что именно примария города Кишинева в прошлом году выдала нам разрешение на облагораживание всей парковой территории и всего пляжа. Сегодня я, средства массовой информации, показал решение примарии на проектирование, утвержденный проект реконструкции. Был дан один год в прошлом году, в августе месяце, до августа этого месяца сделать проект и с августа этого месяца, последующий год, мая месяца, осуществить облагораживание этой территории. На территории пляжа Валя Морилар предусматривается установить абсолютно чистый песок, душевые кабины, кабины для раздевания и, наконец-то, впервые в Молдове построить на территории пляжа два бассейна с абсолютно чистой водой. Вы знаете, что проблемы с качеством воды для купания у нас есть. И мы взяли на себя обязанность, как социальная акция, обеспечить свободный доступ людей на этот пляж без взимания плат. Господин Киртака советует не ругаться с предпринимателями в нашем городе, а наоборот объединять предпринимателей. Если он хочет, чтобы действительно в парках у нас была чистота, нужно, согласно закону о государственном частном предпринимательстве, собрать всех желающих людей, одновременно отреконструировать все парки и все пляжи в городе, заключить контракты, не тратить деньги при марии, бюджетные деньги. Есть их куда тратить, на дороги надо тратить, на водопровод нужно тратить, на социальные компенсации гражданам нужно тратить и облагородить все эти пляжи. Пусть люди строят кафешки, зарабатывают деньги за счет водички или мороженого, а пляжи пусть безвозмездно, без взимания платы предоставляют гражданам, но в более благородных условиях. С одной стороны, в прошлом году примария города Кишинева согласилась с нами, выдала нам все разрешительные документы, и вдруг проходит год, и господин Киртака начинает орать нафиг с пляжа. То есть я думаю, что это чисто политическое преследование нашей партии, потому что господин Коробчан был кандидатом на должность примара, и буквально месяц тому назад в студии общественного телевидения молдавского схлестнулся по поводу того, что господин Киртака не выполняет своих обязанностей, никакой реализации проектов в Кишиневе мы не видим, дороги не ремонтируют, а латают по-прежнему, не готовятся, не развивают экономику города, и, видимо, это стало причиной превращения нормальных отношений между бизнесом и примарией в политизацию этих отношений. Больше ничего не могу сказать. Спасибо. Следующий вопрос. Зал 13 июля, на которую анонсирована первая предупредительная забастовка аграриев. В чем она будет заключаться? Агрария обещает, что выставят технику вдоль дорог, чтобы показать правительству катастрофичной ситуации в сельском хозяйстве, и просят их обратить внимание и идти на диалог и на принятие срочных мер по предотвращению той катастрофы, которая надвигается или уже, в принципе, происходит в сельском хозяйстве. В нашем распоряжении есть документ, я могу его показать. Здесь указано 33 района, указаны автомобильные дороги в этих 33 районах, на которых будут организованы акции протестов против политики парламента, правительства и правящего альянса в области сельского хозяйства. Если в двух словах объяснить, в чем проблема. Парламент и правительство не развивают экономику Республики Молдова. У них нет денег. Катастрофически не хватает денег для бюджета. И правительство и парламент решили нанести из-за причины, что нету больше других источников для дохода в государстве, удар на сельхозпроизводители. То есть они решили им увеличить налог на добавочную стоимость 8% на 20%, а это для сельского хозяйства губительно. Они решили сократить все льготы. У них нету денег на развитие сельского хозяйства, на субсидии сельского хозяйства, а также у них нету денег помочь сельхозпроизводителям выйти из сложившегося положения в связи с градом и засугой, которая была. Вы уже слышали о том, что министр сельского хозяйства Бумаков сказал, что если сельхозники выйдут на этот митинг протеста, то значит нету доверия к нему как к министру сельского хозяйства, и он подаст в отставку. Вы знаете, что господин Лянко уже заявил на днях о том, что нет, не будет безвизового въезда, и он уже за полгода до окончания этого года заявляет, что он не выполнит взятых на себя обязательств и уходит в отставку. Ну, ситуация в стране катастрофическая с пополнением бюджета, социальные фонды, фонд медицинского страхования тоже трещат по швам, нету денег, правительство уже банкрот, и Альянс стоит на пути развала. Сейчас каждая партия Альянса будет находить какие-то приличные мотивации, почему она выходит из Альянса, для того, чтобы оставить Филата одного, ответственным за все, что произошло. Не удастся. И демократическая партия, и либеральная партия, и либерал-демократическая партия, которая сегодня управляет страной, а также те, кто к ним присоединились, эта группа Мишина и Додона, несут полную ответственность за ситуацию в стране. Поэтому я считаю, что сейчас пришло время для добровольной отставки правительства. Потому что никаких после заявления о первой предупрежденной запастовке правительство никаких мер не предприняло для того, чтобы помочь сельхозпроизводителям, и чтобы эта запастовка не произошла. Я думаю, что премьер-министр Филат сейчас будет создавать видимость, создавать пиар телевизионный, что он вступил в переговоры с сельхозниками, и что-то им обещать на следующий год, а может быть на 2014 год, чтобы протянуть агонию правительства, которое не может справляться с ситуацией в стране. Только радикальные меры в экономике нашей страны, только положительная шоковая терапия, только вступление Молдовы в таможенный союз, откуда мы можем получить полтора миллиарда долларов на развитие сельского хозяйства, может спасти сельхозпроизводителей и дать возможность гарантированную им рынка сбыта своей продукции. Поэтому я абсолютно уверен, что никакие переговоры правительства и сельхозников не приведут к должным результатам, разве что Филат постарается предобрить лидеров сельхозпредприятий. Но похоже, что лидеры настроены очень серьезно, не подадутся ни на какие провокации, потому что они уже заявили, что они встречались и с Филатом, и с Тимофтием, и с комиссиями парламента, и не услышали никаких конструктивных предложений по выводу и страны из кризиса, и сельского хозяйства в частности. Поэтому я думаю, что эта предупредительная забастовка перерастет в ближайшие дни к массовой и постоянной забастовкой до момента удовлетворения всех требований протестующих. А требований у нас 19. Я не хочу перечислять, я вам это все предоставлю, может, вы опубликуете на своем сайте, для того, чтобы люди знали, на каких дорогах завтра будет митинг, и какие требования митингующие предъявляют к правительству и парламенту. Виктор Петрович, вопрос такой. Социал-демократы, как я слышал, переходят к прямым акциям протестов, потому что первый этап подготовки к референдуму закончен, документы лежат в ЦИКе, есть свободные ресурсы людские для того, чтобы помочь гражданам страны. В этих акциях социал-демократы как поддерживают аграриев? Значит, у нас были прямые контакты с организаторами митинга, и мы договорились, что первая предупредительная забастовка не будет политизироваться, и ни одна партия не должна выпячивать свое участие. Со всей ответственностью заявляю, что во всех районах члены нашей партии берут комбайны, трактора и выезжают на эти дороги. Но мы договорились, что ни выступлений меня как лидера партии, ни флагов не будет на этих митингах, для того, чтобы дать возможность Альянсу не превратить это в политическую акцию. То есть этот митинг, это первый предупредительный митинг с чисто экономическими требованиями. Вот если эти требования не будут выполнены, тогда эти митингующие уже начнут выдвигать политические требования об отставке правительства, об отставке к Альянсу и прочее. А на предупредительной забастовке мы договорились, что этого не будет происходить. Я считаю, что это правильно. Потому что у нас на каждой беде народа какие-то партии хотят попиариться. Понял. Виктор Петрович, я бы хотел сейчас перейти к вопросам, которые были заданы к вам, адресованы в социальных сетях Facebook и Одноклассники. Я буду их коротко зачитывать и надеюсь, чтобы вы так лаконично, потому что времени у нас не так много, ответили. Спрашивает вас Павел Бачинин. Какие новости по референдуму? Шерин считает, что ЦИК пропустит эту идею. Отношение, политическое отношение, события в Кагуле и Бельсах. То есть два, даже три вопроса в одном. Первое. Новости по референдуму. Что в ЦИКе и ваши отношения на события в Кагулах и подготовительные в Бельсах? У Центральной избирательной комиссии нет никаких юридических оснований не возбудить процесс проведения референдума. Почему? Потому что в течение пяти часов 20 июля мы передавали каждый лист и указали, что лист заполнен в соответствии с законом. То есть указан инициатор, который заполнял лист. В листе все фамилии, паспортные данные с подписями есть. То есть что соответствует закону. На оборотной стороне есть подпись инициатор. И на оборотной стороне есть подпись и печать местного органа власти, которая удостоверяет, что этот лист был собран на этой территории. Что в подписном листе только граждане с этой территории. И что эти граждане все живы и здоровы. И находились в период сбора подписей на территории премари. То есть документально все оформлено в соответствии с законом. Если они попытаются, страна избирательная комиссия, отклонить какие-либо фамилии по причине, что фамилия немножко неправильно написана, или подпись немножко якобы не соответствует той подписи, которой человек подписывался 20 лет назад. Это не является основанием для исключения этого человека. Почему? Потому что в законе ничего о подписях не сказано. В законе сказано, что инициативу о проведении референдума должно поддержать не менее 200 тысяч граждан. Мы представили 232 подписи, фамилии, данные их паспортов, что эти граждане поддерживают инициативу. То есть Центральная избирательная комиссия, имея фамилию данного этого человека, должна только удостовериться, он поддерживает инициативу или нет. Если есть сомнения по подписи, они должны позвонить гражданину и сказать, вы простите, тот человек, да тот, вы поддержите инициативу, да поддерживаю. А если не поддерживают, то этот гражданин должен написать письменное заявление, что он под этой инициативой не подписывается, то есть не поддерживает. Если Центральная избирательная комиссия будет придумывать какие-то другие уловки, а не прямое доказательство, что гражданин не поддерживает инициативу, мы это не будем признавать, мы это будем оспаривать, и мы будем вызывать в Кишинев всех инициаторов и всех граждан, которых пытаются исключить, чтобы они доказывали Центральной избирательной комиссии о том, что они поддерживают инициативу. Если они исключат 30 тысяч, то мы 30 тысяч приведем. Потому что для того, чтобы не пропустить инициативу, нужно не менее 30 тысяч исключить. 32 тысяч 561. То есть мы сдали 232 тысячи, для того, чтобы не пропустить инициативу, нужно 32 тысячи граждан исключить. Тогда мы призовем этих граждан, чтобы они доказывали Центральной избирательной комиссии, желательно в один день, что они поддерживают инициативу. Пусть Центральная избирательная комиссия с ними разбирается. А если они рассчитывают, что мы будем писать письма, обращение в суд, а мы знаем, что суды сегодня контролируются, то есть на это они могут не рассчитывать. Ваше отношение, политическая оценка событий в Кагуле и предстоящих в Бельсах? Значит, политическая оценка в Кагуле. Еще раз, через Сороки я убедился о том, что за фашистскими и унионистскими организациями стоит Альянс за европейскую интеграцию. Это он финансирует и организовывает. Госпожа Павличенко является куклой в их руках. Солидным человеком, который более складно умеет говорить перед телекамерами. А все остальные финансовые, организационные вопросы, они все поддерживаются Альянсом за европейскую интеграцию. Это первое. Второе. Попытка. Хорошо, что ряд партий приехали в Кагул и встали на защиту, попытались перегородить дорогу унионистам. Плохо, что нету одной организующей силы, которая бы это делала организованно, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Напоминаю, что цель унионистов это организовать провокацию, организовать столкновение, для того, чтобы дать потом основу властям, прокуратуре, правоохранительным органам преследовать тех, кто защищает свою родину, свою страну. То есть, нагнать страх, арестовать, обложить штрафами за то, что граждане Республики Молдовы идут на защиту. То есть, уже идут митинги. Это уже первая фаза устрашения граждан Республики Молдовы. Потом будут столкновения, будут аресты, принуждения и штрафы. Это будет вторая стадия. А третья стадия, самая важная, к чему это все идет, это выдать новый текст Конституции Республики Молдовы, который ставит крест на молдавском языке, на защите русского языка, на суверенитете. Вы должны донести до слушателей вашего сайта, телезрителей вашего портала, о том, что вступление Молдовы в Евросоюз невозможно без вступления в начале в НАТО. То есть, надо пройти путь вступить в НАТО, нужно отправить наших ребят воевать в составе войск НАТО и доказать, что мы кровью готовы расплатиться за дальнейшие этапы вступления в Евросоюз. И только после этого, может быть, через лет 20-30, нас примут в Евросоюз. Вы знаете, что наш путь другой. Не вступать ни в какие военные блоки, не вступать ни в какие государственные образования, а вступить в экономический союз, Еврозес и Таможенный союз, для того, чтобы открыть границы для наших национальных товаропроизводителей. По Бельцам. В Бельцах мы будем принимать участие. Наша партия написала сегодня официальную заявку в премьерии города Бельц. Но мы также написали и обращение к муниципальному совету города Бельц, чтобы он вынес решение о запрете марша унионистов. Почему? Потому что впереди колонны этой будут идти, унионисты будут идти дети от 16-20 лет. Родители из Румынии, родители из Молдовы считают, что они направили этих детей в лагерь. Просто в летний лагерь молодежный, чтобы они общались, дружили, отдыхали. На самом деле этот лагерь оказался лагерь фашистов и унионистов. И вот этих детей именно выставляют во главе колонны, чтобы или провокацию создать, или чтобы на детей нельзя было напасть. Очень жаль, что такое происходит. Поэтому мы считаем, что муниципальный совет может принять решение о запрете ввиду общественной безопасности, которая возникает на улицах города Бельц. Отменить это решение муниципального совета может только суд. И этот суд можно растянуть, таким образом дать время, чтобы это не произошло. Дмитрий Правданюк, Бельц. Виктор Петрович, как Россия реагирует на завершение сборов подписей? Что ожидать от парламента по референдуму? И второй вопрос. Что делать нам, людям, в условиях, когда левый фронт разобщен, как мы на местах и в размахе всей страны должны бороться с АЕИ? Вопросы... 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 И даем возможность народу самому решить вопрос в таможенный союз или опять топчемся 20 лет на месте. Второй вопрос, что делать нам, людям в условиях левого фронта? Я считаю ошибочным постоянно заботиться о том, чтобы приобретать силу за счет объединения политических партий. Я считаю, что граждане Республики Молдовы должны оценивать деятельность Коммунистической партии Республики Молдова за 8 лет. Раз. Второе. За 3 года после потери власти они должны оценивать действия других политических партий, принимать решение о том, какую партию поддерживать дальше. Если господин Правданюк и другие члены, и другие представители общества считают, что мы ведем правильную политику, мы защищаем интересы простых людей, они должны вступать в социальную политическую партию. И будучи членами партии, если они вынесут решение о необходимости создания с кем-либо союзов, это будет их решение. То есть у нас в партии есть демократия. Нынешний состав партии не считает целесообразным, кроме создания союза левых сил, который мы сделали с народными социалистами, привлечения в союз левых сил других партий. Почему? Потому что союз левых сил разработал четкие 10 принципов. И социал-демократы, и народные социалисты придерживаются этих принципов и проводят их в жизнь. Если другие партии согласны с этими принципами, они как минимум должны заявить, что они разделяют эти принципы и предложить сотрудничество. Сегодня партия коммунистов продолжает самоизоляцию. Партия коммунистов опять выстраивает стенка на стенку. С социалистами господином Додоном мы никогда не будем делать блок, потому что он предатель интересов молдавского народа. Он проголосовал за румына Тимофтия, который проводит в жизнь сегодня прорумынскую политику. Он сегодня идет против собственной конституции собственного народа. И господин Додон сохранил альянс за европейскую интеграцию у власти. И мы сегодня расхлебываем это. Как я могу позволить себе ради объединения, ради желания людей, чтобы появилась мощная сила объединяться с господином Додоном? Это невозможно. С господином Мишин тоже невозможно объединение. Почему? Потому что господин Мишин, господин Бабенко 8 лет были у власти, и 8 лет должны были решать вопрос русского языка, защиты русского языка. Значит, есть европейская конвенция по оригинальным языкам, языкам нас меньшинств. Она была в 2002 году ратифицирована партией коммунистов, но почему-то не ратифицирована молдавским парламентом, которым управляла партия коммунистов. И сейчас они выходят из партии коммунистов и говорят, что вот мы теперь займемся вопросом защиты русского языка. Нет, они вышли из партии коммунистов, потому что филату нужно было сократить количество коммунистов в парламенте, чтобы партия коммунистов и демократическая партия не отправили его в отставку. И если я, политик, трезво понимаю, кто есть кто, почему только из-за того, что люди хотят, чтобы на левом фланге появилась сила, мы должны ради видимости этой силы объединяться с кем-то. Мы должны нас, социал-демократы, которые опираются на народ, наполнять этой силой. — Виктор Петрович, спасибо. Следующий вопрос. Никита Бопов, Кишинев. У меня вопрос такой. По мнению Шерина, насколько велика угроза гражданской войны в Молдове? Реалистичен ли его взгляд, высказывания в ряде СМИ, сценарий, по которому Румыния давно претендует на территорию Приднестровья, части Украины, Бессарабии и Буковины? Может ли, заручившись поддержкой США, начать боевые действия на такой вот военный сценарий? — Первое. Когда я был на конференции в Тирасполе, во весь голос все выступающие говорили, что Соединенные Штаты Америки применяют по отношению к Приднестровью новую технологию, называется «мягкая сила». В Северной Африке и Сирии применяется прямое принуждение к смене власти, прямое принуждение к объединению сил по мнению американцев, способных работать на интересы Америки. В Европе и в бывших странах Советского Союза применяется другая разработанная методология, называется «мягкая сила». Это когда даются деньги политикам, чтобы они находились в зависимости от американцев, и через политиков американцы управляют всем государством, всем народом. На территории Приднестровья американцы используют ту же самую технологию. Первое. Они пытаются прикормить политиков, а также прикармливают очень активно уже общественные организации, которые должны внутри Приднестровья разлагать общественное сознание и единство приднестровского народа. Это признали практически все, что это происходит повсеместно. Второй вопрос. Американцы создают общественное мнение в Европе, в Молдове, в России о необходимости прекращения военной операции. Вы смотрите, ГИМП говорит, что да, миротворцы сделали свое дело, должны уйти. Маринуса говорит, что миротворцы должны уйти. Филат говорит, что миротворцы должны уйти. Лупа говорит, что миротворцы должны уйти. Зачем? Как только исчезают военные миротворцы, американцы понимают, что они могут вначале обеспечить приход сюда гражданских сил миротворческих, потом создать конфликтную ситуацию и Молдова попросит введение миротворческих сил НАТО. Почему российские миротворцы ушли с Югославии? Потому что российские миротворцы пришли в Югославию для того, чтобы защищать интересы и разделять противоборщие стороны. А потом миротворческие силы НАТО начали сателлитом делать миротворческие силы России и начали осуществлять проект принуждения к миру. Россияне всегда были противники принуждениям к миру. То есть за счет давления, за счет военной операции, даже миротворческой, заставить те или иные страны объединиться. Вот в Грузии была попытка принуждения к миру. То есть дали Саакашвили команду, что он военным способом захватил Осетию и принудил Осетию к миру, то есть к жизни совместно с Грузией. Там эта операция не прошла, была запланирована, но не прошла, потому что русские вмешались. Вот здесь продолжается работа тоже уже по другой методологии, по мягкой силе. То есть финансируются общественные организации, политологи, журналисты и политики для того, чтобы через них управлять обществом. Поэтому я думаю, что пока этот план в действии, военной операции НАТО здесь не будет. Но если только выведут миротворческие войска российские, они могут приступить и к военной части операции. — Виктор Петрович, Михаил Пережибыльский из Кишинева в принципе задает тот же самый вопрос о объединении вне парламентских и парламентских и всех здравых сил для борьбы с парламентской хунтой. Ну в принципе вы на него ответили. — Я на него ответил немножко в другом контексте. Михаил, я вас знаю. — Да, вы учились. — Мы с вами даже учились. — Он передавал вам привет. — Спасибо за привет. Социал-демократы заявили в 2011 году на святой для нас площади Великого национального собрания, что социал-демократы на будущих парламентских выборах предоставляют 50% списка кандидатов в парламент для гражданского общества. То есть руководители гражданского общества, которые разделяют идеи, которые мы несем в массы, могут приобщаться к работе, не становиться членами партии, но за счет своей активности, солидарных действий со социал-демократами получить места в парламенте по списку социал-демократов, при этом не имея обязательств по отношению к социал-демократам и сформировать в парламенте фракцию гражданского общества. И таким образом, почему мы на это пошли? Мы на это пошли для того, чтобы целиком отстранить от власти и партию коммунистов, и Альянс Европейской интеграции, которые в течение 20 лет не справились с управлением страны. И через нашу партию мы проведем достойных кандидатов с территорий, и через нашу партию мы проведем в парламент достойных представителей гражданского общества, и таким образом выполним наш программный пункт о народовласти в Республике Молдова. Спасибо. Виктор Петрович, последний даже не вопрос, он прозвучал как вопрос Резеда из города Бельс. Даже крик отчаяния, крик помощи. Сколько еще народ будет терпеть этот недееспособный альянс? И когда в этой маленькой стране наступит просветление? Вот такой вот вам в конце вопрос. Что вы скажете? Сколько людям еще ждать надежды? Три месяца. Три месяца. Мы, народ Республики Молдова, в виде инициативной группы Республики Молдовы, собрали в поддержку проведения референдума о изменении вектора внешней политики Молдовы на восток 232 тысячи. Это уже не группка инициативная. Группа инициативная превратилась в народное движение. Народное движение 18 ноября 2012 года. Судьбоносный день, когда народ Республики Молдовы впервые в истории будет иметь возможность на прямое управление государственными делами через принятие закона о вступлении Молдовы в Еврозес и Таможенный союз. Этот закон никто не может отменить. Этот закон имеет прямое действие. Ни президент Республики не должен его промальгировать, ни парламент его не должен утверждать. Утвержденный, принятый закон народа Республики Молдовы обязательен для исполнения всеми органами власти. В частности и на территории Приднестровья. И именно этим законом, который примет народ Республики Молдовы, воспользуются и приднестровцы для того, чтобы вместе с нами войти в Таможенный союз, но при этом убрать таможенные посты вдоль Днестра, пограничные посты вдоль Днестра, а Российская Федерация свои миротворческие силы выведет в казармы. Поэтому молдавский народ 18 числа не только решает свою судьбу, но и судьбу объединения Молдовы и Приднестровья. Виктор Викторович, спасибо вам за то, что ответили на все вопросы, которые у меня были сегодня запланированы. Спасибо зрителям за то, что задали вопросы. Напоминаем вам, всем, кто нас смотрит в эфире и в записи, что заходите на информационный портал alphanews.md, находите нас в социальных сетях Facebook, находите Виктор Петрович, Виктор Шелин, одноклассники Виктор Шелин, меня на Facebook Валько Вячеслав, меня в одноклассниках Валько Вячеслав. Задавайте свои вопросы. Я, кстати, хочу вам посоветовать на главной странице вашего портала опубликовать более крупно телефоны, куда можно в студию звонить, Skype, по которому можно с вами связываться, и электронный адрес, куда можно писать какую-либо информацию, потому что я слышал, что есть у людей затруднения. Да, спасибо всем, кто нас смотрел, кто нас будет смотреть в записи. Это был откровенный диалог. В студии был Виктор Петрович Шелин. Вам спасибо за множество ответов, которые были сегодня. И до новых встреч. До свидания.